И как самый взрослый, буду в конце. Я хочу благодарить Бога за 365 дней в прошлом году. Это был чудесный год. За то, что моя семья здоровая, за то, что они верят и то, что у нас есть где жить. И как и Оксана, одна из моих дочек тоже отделилась, и у нее все получается. И очень трудно позволить кому-то отделиться от твоей семьи. Но приходит это время, когда нужно отделиться. И хочу поблагодарить Бога за то, что он мне дал служение. Уже 15 лет я служу в этом. И в прошлом году я молился Богу, что хочу увидеть что-то другое. Чтобы начали просыпаться не только те, кто сидит в тюрьме, но и те, кто работают там. Потому что там все еще есть коммунизм. И первое служение, которое у нас было в этом году, в тюрьме. И 10 человек покаялись. И двое из них – это мусульмане. И один даже думал, я кто теперь, мусульманин или христианин. И я ему объяснил, что Мухаммед умер, и его кости гниют в гробу, а Иисус, он воскрес. И это большая перемена, чтобы мусульманин поверил. И Бог дал этим людям возможность внутри, в их сердцах, чтобы они стали новыми существами. И в эти годы, когда я служил, Бог мне давал огромную любовь, чтобы я любил их. И во время праздников не было времени, чтобы поехать туда два раза. И когда в этот четверг я за первый раз туда поехал, я был такой радостный, когда заходил. Я перепутал и пошел в среду вместо четверга. Они меня впустили, хотя обычно они не пускают просто так. И я захожу, и тот, кто отвечает за них, говорит, почему ты здесь? Я говорю, что на служение, но он говорит, что нет, сегодня же среда, почему ты спешишь? И Бог показывает, какие отношения Он создал между нами. Эти люди ошиблись в каком-то, как-то ошиблись, и они попали в тюрьму. Но не нужно забывать, что они такие же, как и мы, у них есть души. И нужно относиться к ним, как к непослушным детям. И, кажется, я начал уже, я уже научился немного проявлять к ним терпение. И я думаю, что это Божья любовь, которая сокрушает дистанцию между нами. И я очень молюсь, чтобы 19 января группа прославления смогла поехать в тюрьму. Я верю, что это будет чудесное время, и у нас будет много побед. Спасибо. Слава на Богу.